Только вторая. Россия один. Один канал, весь улов вот такой антенны. Такой выход в мир Виктор Толстых держит для себя. Телевизор смотрит лишь перед сном. Для внуков оборудовал другой телевизор с приставкой. Говорит, им десяти каналов достаточно. Об отключении привычного ТВ мужчина не слышал, но признал, что при необходимости потратился бы. Без телевизора вообще нет. Ну все равно до утром включаешь и вечером ты что. А сейчас зима настанет, вообще что делать? А мы на пенсии, что нам? И сиди, смотри его. С января 2019 года в России отменят федеральные дотации для аналогового вещания в пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек. На Алтае это все, кроме Барнаула, Бейска и Рубцовска. Остальных ждет цифра. Правда, этот сигнал не смогут поймать 40 муниципалитетов. Конкретно в Тальменском районе в зоне риска 12 сел. Сегодня его жителям объясняют, как плавно вступить в новую цифровую эру. Так, власти заключили соглашение с федеральным оператором. По нему жители смогут приобрести спутниковые приставки по низким ценам. Дополнительные льготы сейчас готовят в правительстве края. Могу предположить, что в начале следующего года этот вопрос будет решен. И жителям края, которые приобрели данный комплект, будут возмещаться расходы именно в части приобретения так называемого вот этого комплекта железа. Это ждет и тех, кто уже ловит цифровой сигнал, но с помощью обычной антенны, так называемой паутинки. По словам представителей российской телерадиовещательной сети, им тоже предстоит перейти на специальное оборудование. Большинство домохозяйств на сегодняшний момент принимает эфирное телевидение на паутинке, которое сегодня не позволяет качественно осуществить прием эфирного телевидения. К концу января на Алтае, как и по всей стране, отключат аналоговое вещание. Сейчас власти края ведут переговоры, чтобы сохранить выпуски региональных телеканалов, вошедших в мультиплекс. Кстати, второй комплект бесплатных телеканалов запустят до конца этого года. В планах чиновников перевести на цифру 97% зрителей края. Анастасия Дорога, Николай Щелком. Наши новости.